На седьмой день путешествие из Нью-Йорка в Ленинград и этот корабль, и морские виды уже порядком мне надоели. Так, стоп. Так, Олег, откуда эти интонации? Ну, герой же твой мучается, он мучается, живя среди капиталистов. А у него в груди огонь горит, он Родину защищает. Олег, а у тебя вздохи прожжённого циника? Только тебя умеете играть. Ну, кинопробы? Нет, Старичок, ты мне не подходишь. У тебя лицо современное, жадное какое-то. Да ничего не было вообще! Автор наш к комсомольскому заданию поехал на строительство БАМа. Ты счастливчик, тебя жена выгнала, а у меня третьего родила. Тебе срочно нужно найти себя. Ты живёшь бессмысленно, как Олег. Ну вот, что за баба, а? Да кого угодно достанет. Жена моя. Сочувствую. Николаев. Шпиона играешь хреново, потому что ничего про них не знаешь. Эй, товарищи, где ты их увидишь? Они же сокрываются. Ты меня дискредитируешь. Это мой двоюродный брат. Я, может, лучше бы шпионом был, чем артист. Орлов Алексеевич, пройдёмте. Вскоре после вашей с ним встречи он переметнулся к нашим врагам. Надеюсь, вы понимаете, что всё это значит лично для вас. Мы можем вам помочь. Ну, если, конечно, вы хотите сотрудничать и готовы служить своей родине. Я получил новое задание – раскрыть президента, посланного иностранной разведкой. Салют, Джанни. Амико мио! Белиссимо, сэмпличе, пулейто. Не понимаю. Он говорит, что он увидел взгляд чистый, простой, тихий, как русская поэзия. Чей взгляд? Ваш, женщина, ваша. Белиссимо, сэмпличе.